Девушки отдыхают Да, нашел Записывай Хорошо, сейчас Компания Баку 145 2832 15 Записала? Хорошо, спасибо, родной Чем занимаетесь? Девушки отдыхают Алло Алло О, Нур, ты слышишь? Да Что вы делаете? Как дети? Хорошо, не переживай Мы раньше вернемся Дела продвигаются удачно Завтра у меня встреча с мэром города Хорошо Что-то случилось? Почему у тебя такой странный голос, родной? Что? У тебя странный голос? Что случилось? Нет, нет, ничего Шахризат, меня дети зовут Пойду к ним Хорошо Иди Не дай им почувствовать мое отсутствие Хорошо, не переживай О, Нур Слушаю Я соскучилась по тебе Я тоже Хорошо, будь осторожна Хорошо, родной, не переживай Благодаря сестре Мехрибан Я чувствую себя как дома Ее все здесь знают Конечно Это ее родина Она, наверное, соскучилась Сколько ее там не было Да, сильно соскучилась Хорошо Целую, родной Пока Я тоже Увидев тебя, вспомнил былые дни С годами ты стала еще красивее С нетерпением буду ждать нашей встречи Субтитры создавал DimaTorzok Правда? Женился на сестренке господина Керема? Это правда? Да? Э-э-э-э. Наткнулась на золотую жилу. Теперь ты поняла, почему у госпожи Сиваль схватило сердце? Да, она не просто обычная официантка. Она настоящая змея. У неё свой расчёт. Ещё увидим. Какая интересная история, Милек. Как в кино? Да, как в кино. Но я играю всего лишь эпизодическую роль. Перестань. Всё наоборот. Как так? Ты не понимаешь? Бурак женился на зло своей семье. Не обращай на это внимания. Это надолго не продлится. Эта девушка ещё покажет своё истинное лицо. Значит, господин Керем признал свою сестрёнку. Похоже, что так. Я не знаю подробностей. Вот, рассказал о тебе самый большой секрет начальства Бенеап. Я умею хранить тайны, Милек. Не сомневайся. Умру, но не выдам тайну. Это не Бенеап, а настоящая бездна. У каждого своя история. Да. Могу я спросить кое-что? Спрашивай. Вчера с Шехризат мы были на церемонии открытия центра здравоохранения. Ты знаешь, какое к нему имеет отношение госпожа Шехризат? О чём ты? Не понимаю. Я имею в виду, кто такой Ахмед Явлюагулый. Знаешь? Похоже, госпожа Шехризат сделала проект этого здания. Не знаю. Возможно, какой-то родственник. Приятного аппетита. Как ваши дела? Всё хорошо? Если нальёшь нам ещё спиртного, будет ещё лучше. Сейчас принесу девушкам. Принеси то же самое? Да, но только принеси быстрее. Может, тебе нанять ещё официантов, Мерт? Так и будешь сам всех обслуживать? Я не боюсь работы, Мелик. Главное, чтобы было желание. Мерт всем здесь управляет? Да. Вы близко общаетесь, Мелик. Но всё же... Почему же? Мерт близкий друг брата Керема? Очень хороший парень. И щедрый. Он и мой близкий друг. Прости. Я не знала, что он твой друг. Я не знала, что он твой. Мама, я так соскучился. Я тоже соскучилась, сынок. А где тётя Микрибан? Она осталась в Баку. Друзья тётя Микрибан не отпустили её? Когда она придёт? Посмотрим. Останется там на некоторое время. Нелюфер, я купила тебе платье. Увидишь, удивишься. А мне? Ты тоже хочешь надеть платье, сынок? Нет, что ты купила мне? Тебе купила головной убор. Кажется, вы выросли за эти два дня. Ты хорошо присматривал за детьми? Ничего такого я не сделал. Ну, давайте, садитесь. Даже не было возможности как следует поцеловать тебя. Я очень соскучилась. Ну, что вы делали с папой, когда меня не было? Ничего. Ходили в школу. Да? Не гуляли с папой? Хотели поехать покататься верхом, но ждали вас. Правда? А почему? Почему не поехали в Онор? Не было времени. Много работы. Кажется, ты все еще обижен на меня. На что мне обижаться? Не знаю. Кажется, ты злишься из-за того, что я уехала в Баку. Нет. Вот, я вернулась. Не хмурься. Нет, все хорошо. Я тебя хорошо знаю. Ты обижен. Просто соскучился. Я скучаю по тебе, когда тебя нет рядом. Родной. Кстати, который час? Четыре, мне нужно быть в офисе. Гани, ты подготовил документы строительной компании ТРЭС? Хорошо. Я скоро приеду. Скажи, Хуньер пусть распечатает проект Аван. Хорошо. До встречи. Я организовал поиски, господин Герем. Сообщил во все места, где он может быть. Наводим справки во всех больницах и отделениях полиции. Но пока вести нет. Интересно, он что, птицей улетел? Вы искали его в кафе, в клубах, в местах, где он мог найти работу? Ищем. Но это то же самое, что искать иголку в стоге сена. Нужно время. Вы правы. Западный край Турции. Но продолжайте поиски. Будут новости, тут же сообщите. Хорошо. Все, можете идти. Обязательно, господин Герем. Сизин даже похудела, переживая за отца. Говорит, что никогда не простит себе, если с отцом что-то случится. Никогда не простит. Не переживай. Если бы случилось что-то плохое, мы бы уже слышали. Расспросили во всех больницах. Входите. Я помешала вам? Простите, вот список работников, занимающихся обеспечением. Нам нужно отдать последний вариант. Возьмите. Хорошо. Я просмотрю, если подождешь несколько минут. Я прошу у тебя прощения, Бурак. Я действительно в последнее время вела себя несдержанно. Все. Вот, можешь отправить. Хорошо, спасибо. Удачи вам. Тебе не кажется, что ты был груб, Смелек? Какая грубость? Пусть скажет спасибо, что я просто промолчал, не стал ее оскорблять. Не, не сичушь. Иди, я тоже попросил у нее прощения. Пусть на этом все закончится. Поэтому я должен просить у нее прощения. Она оскорбила Сизен, сказала ей все, что взбрело в голову. Теперь я должен просить у нее прощения. И почему ты вдруг защищаешь, Смелек? Я никого не защищаю, Бурак. Просто постарайся ее понять. Ты неожиданно отвернулся от бедной девушки. Нужно было расстаться с ней по-человечески. И что я должен сделать? Из-за одной допущенной ошибки забыть все, что она мне говорила? Послушай, эта история всех нас задела за живое. Ибо она очень сильно переживает. Она ведь попросила прощения. Помирись с ней. Ради Аллаха, перестань. Бурак, прошу, не тяни с этим. Хорошо, ты оказался прав. Но и она поняла свою ошибку. Давай же, не сиди. Поговори с ней. Помирись. Попросила прощения, а он даже не взглянул на меня. Я же говорила, он человек невоспитанный. Удачи вам. Спасибо, господин Бурак. Мелек. Мелек, успокойся, садись. Расскажи спокойно, что произошло. Мелек. Ты свободна? Пойду посмотрю журнал о чертежей. Я не хотел тебя обидеть. Ты это знаешь? Да, правда, мы могли расстаться, как все нормальные люди. Я признаю, что я был виноват. Сама знаешь, все произошло так быстро. Что поделаешь? Разве сердцу прикажешь? Никому неизвестно, кого вдруг полюбишь. Да. Действительно, я был груб с тобой. Но я не хотел обидеть тебя. Я тоже перегнула палку. Наговорила всякого о злости. Хорошо, все это осталось позади. Хорошо, надеюсь, между нами нет обид? Нет. Да, говорите. Видишь, я же говорила тебе, что он сам придет. Ну, что он тебе сказал? Ничего. Сказал, что расстанемся, как нормальные люди. Замечательно, я ведь говорила. Ты смеешься надо мной, еда? Он говорит о том, чтобы расстаться по-человечески. Все кончено. Кончено. Понимаешь? Можешь продолжать так думать. Милек, послушай. Это неправильно, так нельзя. Если хочешь вернуть Бурака, то должна ему дать почувствовать, что ты всегда рядом. Он должен понять это. Понимаешь? Это самообман. Какая от этого польза? Ай, подруга. К хитрости женщины нет предела. Когда его брак начнет рушиться, ты должна быть рядом с ним. Понятно? Не знаю. Некоторые мужчины такие. На них нельзя оказывать давление. Ты не должна показывать, что ты сильнее. Нужно быть скромнее и не показывать того, что есть на самом деле. Ты знаешь. Я так соскучилась по нему, что захотелось обнять его, когда он вошел. Не торопись, и это будет. Жди, родная, наберись терпения. Ты серьезно? Ты победишь. Вот увидишь. Потом скажешь, что я именно так и говорила. Почему ты задержался? Заставил тебя ждать? Ты ведь сама не захотела идти. Скучала? Давай поедем отсюда. Хорошо. Вы съели? С тех пор, как вы приехали, у них хороший аппетит. Как бы не сглазить. Машалла. Я почти закончил. Вы собираетесь уходить? Да, есть дела. Нужно поехать в офис. Вечером приду пораньше. Фердевс, я купила тебе подарок. Зачем так беспокоиться, госпожа Шакризат? Очень красиво. Спасибо. На все на здоровье, родная. Спасибо. Ну-ка, слушайте тетю Фердевс. Хорошо? Хорошо, мама. Хорошо. Ну, пока. Удачной вам дороги. Как ты могла разрешить ему, Фусун? Как? Я не виновата, мама. Клянусь своими детьми, я не звала его, мама. Встретили его на выставке. Али Кималь сам пригласил его. И ты не могла найти какую-нибудь отговорку? Я же говорю, мама, он не стал меня слушать. Перестань, Фусун. Думаешь, я тебя не знаю. Если захочешь, ты любого сможешь оставить в дураках. Мама, если я говорю неправду, то умереть мне на этом месте. Правда? Я не желала того, чтобы он приходил. В тот день даже специально ушла из дома. Если это неправда, то не видеть мне больше своих детей. Мама! Хорошо, хорошо. Не надо таких хлятв. Вот, опять он. Не дает мне покоя. Аллах, что мне делать? Ответь. Поговори. Поговорить? Да. Поговори, Фусун, посмотрим. Алло. Фусун? Селим. Фусун, я соскучился по тебе. О, Аллах, я потерял дар речи. Хочу встретиться с тобой. Мы должны поговорить. Не по телефону. Встретимся. Хорошо. Встретимся где-нибудь. Где? Приклоси домой. Хочешь, приходи ко мне. Я не могу выйти из дома с маленькой девочкой. Аня нет дома. Хорошо. Фусун, только скажи, я готов прийти хоть на край света. Когда? Когда? Сейчас. Не знаю. Ты можешь прийти сейчас? Хорошо. Сейчас приеду. Хорошо. Целую, Фусун. Я уже лечу к тебе. Тише, хватит. Сама накликала беду на свою голову. Не плачь. Бурак, положи тебе. Чего спрашиваешь, парень? Умираю с голода. Сегодня в холдинге виделся смелек. В кабинете Керема. И что? Ничего. Попросила прощения. Говорит, что перегнула палку. Да, и что ты сказал? А что мне говорить? Что ты сказал после того, как она попросила прощения? Тоже попросил прощения. Сказал, что мы могли бы расстаться как нормальные люди. То есть, теперь все кончено. Замечательно. Поздравляю, Бурак. Сезен. Куда ты? Почему ты встала, Сезен? Значит, вы извинились друг перед другом. Замечательно. Какие вы культурные, даже расплакаться можно от умиления. А что в этом такого? Что? Как что? А что я должен был делать? Она поняла ошибку, попросила прощения. Я и решил покончить на этом. Что в этом такого? Думаешь, все на этом и закончится? Она оскорбила меня, сказала, что я охочусь за твоими деньгами. Обозвала меня женщиной легкого поведения. Как ты мог так быстро все это забыть? Конечно, я не забыл. Просто хотел, чтобы она больше не беспокоила нас. Конечно, конечно. Наверное, решили остаться друзьями. Возможно, мы все станем дружной семьей. Сезен, не неси чушь. Я тебя люблю. Безумно люблю. Этого ничто не изменит. Поверь мне, Сезен. Если скажешь, чтобы я не ходил в холдинг, ноги моей там не будет. Поняла? Я всех забуду. Открой. Фусун, красавица моя. Не подходи ко мне. Что случилось? Ну, значит, ты не даешь покоя моей невестке? У тебя нет ни стыда, ни совести. Как ты посмел согласиться... ...давать уроки моей внучке? Как? Госпожа, послушайте, это не я, господин Али Кемаль. Разве я не говорила, чтобы моя внучка больше никогда не видела тебя? Разве не говорила, чтобы тебя и рядом не было с этой семьей? Подождите, Фусун уже развелась с вашим сыном. Фусун, мать моих внуков. Понятно? Мать! Всё, убирайся из этого дома. Если ещё раз появишься рядом с этим домом, или будешь беспокоишь, Фусун, увидишь, на что я способна. Уничтожу тебя. Убирайся. Убирайся! Я и сам не говорю желанием приходить в этот дом. Не переживай, больше не приду. Убирайся! Убирайся! Мама! Тише. Тише. Ну-ка, вот. А это тебе. Не стоило так беспокоиться, госпожа Шахризат. Как я могла приехать с пустыми руками? Спасибо. Сестра Микрибан не приехала. Осталась там с друзьями. Такая довольная. Госпожа Шахризат, прекрасный подарок. Я и сама хотела это купить. Спасибо. Не за что. Какой ты человек, сестра Шахризат. Вот, посмотри. Хорошо. Принесите мне кофе. Хорошо. Сейчас, сестра Шахризат. Привет. Привет. Привет, еда. Добро пожаловать. Как дела? И вам добро пожаловать, госпожа Шахризат. Спасибо. Я не опоздала. Нет. Что будешь пить? То же, что и вы. Тогда, Ганни, приготовь кофе для госпожи еды тоже. Хорошо. Ну, как прошла ваша поездка в Баку? Очень хорошо. Мы с сестрой Микрибан хорошо отдохнули. Очень красивый город, еда. Если будет возможность, ты поезжай. Я рада. Я приготовила для вас список компаний в Баку. Отправила по почте. Вы получили? Нет, в гостинице в Баку не было связи с интернетом, не смогла посмотреть. Но получила, как только приехала сюда. Спасибо. Это очень помогло мне. Не за что. Главное, что смогла вам помочь, госпожа Шахризат. Молодец, Ганни. Возьмите. Спасибо. Сестра Шахризат. Это фотографии с церемонии открытия центра здравоохранения. Дядь Бурхан отправил. Спасибо. Еда, церемония открытия прошла просто замечательно. Вот, посмотри. А как радовались жители района. Для них это был большой праздник. Все были довольны. А кто это, госпожа Шахризат? Эти люди — родители моего покойного мужа. Покойного? Отец Каана погиб в автокатастрофе. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо. Вы общаетесь с его родителями, хотя вышли замуж за господина Онура? Конечно. Почему бы и нет? Это бабушка и дедушка моего сына. Вы правы. Хорошо. Поедем к ним в эту субботу. А почему не приехала тетя Михрибан, мама? Она останется в Баку на некоторое время, сынок. У нее там много друзей, они ни на секунду не оставляли ее одну. Она и сама, наверное, была рада увидеть своих друзей. Конечно, ничто не сравнится с родной землей. Друзья даже не позволили ей остаться в гостинице. Как так? В тот же день приехала ее подруга Гуляр. Если бы ты ее видел, сказал бы, что она вылетаясь с сестра Михрибан. Она и увезла ее, сказав, что не позволит ей ночевать в гостинице. Значит, в гостинице ты жила одна? Да. А что, нельзя было? Нет. Конечно. Просто я не знал, что ты была там одна. И так целый день я проводила на собраниях. Гостиницу приходила только ночевать. Дочка, что случилось? Тебе не понравилось? Почему ты не доела? Нет, понравилось. Я наелась. Принести тебе сладости, родная. Да, тетя Фердевс. Не беспокойся, Фердевс. Гульжан принесет. Кан, ты тоже будешь? Гульжан! Говорите. Родная, принеси сладости. В районе Курткёй нашлась одна работа. Было бы хорошо для меня, но я не смог получить тендер. Почему? Получил один холдинг. Да. Трудно конкурировать с большими фирмами. Они и цены завышают. Конечно. Большая фирма — это большая фирма. Я не хотела обидеть тебя, Озжан. Если появится какая-нибудь работа в меня, пообязательно сообщу. Спасибо, Еда. Что случилось? Что-то произошло. Нет. Ничего. Мы с Шихризат. Встречаетесь? Нет. Еще не встречались. Но обмениваемся письмами. Вчера она отправила мне письмо. Мне так понравилось. Что пишет? Ничего особенного. Но она так хорошо отзывается о прошлых временах. Очень хорошо. Как так? Говорит, если была бы возможность снова вернуть те годы. О, Озжан! Что происходит? Пока ничего не происходит. За прошлые дни. Вот, смотри, это жираф. Читай, дочка, что написано. Жираф — одно из самых высоких животных в мире. Молодец. Посмотри, действительно, какой он высокий. А я видел его в зоопарке. Да, молодец. Ладно, дети, пора ложиться спать. Мама, можно еще посидеть? Сынок, иди умывайся. Нюлифер, пойдем. Пусть тетя Фердес меня уложит. Хорошо. Пусть уложит тебя тетя Фердес. Но сначала идите умываться. Ну, тогда вперед, вперед. Сначала почистите зубы. Давайте, давайте, быстрее, быстрее. Снова лед закончился. Сколько раз говори, чтобы не забывали. Тебе не хватит, даже если мы купим аппарат для изготовления льда. Вы не опаздывайте. Почему до сих пор не вышли? Я готова. А твоя красавица до сих пор собирается. Аху! Давай быстрее! Иду! Ну как, перестала ныть? Куда там? Она будто сорок лет ждала только этой работы. О! Что это? Ты красиво выглядишь. Нравится? Новый цвет моих волос. Замечательно. Ты просто расцвела. Не вгоняйте меня в краску, дядя Тамер. Ради Аллаха, перестань. Чего ты стыдишься? Ты уже не в том возрасте. Все, опаздываем. Аху! Ээээ... Прости, Айгуль. Молодец. Так и продолжай. Пойдем. Молодец, сынок. Правильно все сделал. Да. Хорошо сложил. Пожелать Нюллифер спокойной ночи. Ладно, пойдем. Вместе пожелаем. Идем. Мы хотели пожелать Нюллифер спокойной ночи. Она уснула. Сегодня сильно устала. Нюллифер уже уснула. Пойдем, и нам пора уже спать. Спокойной ночи, Фердевс. Спокойной ночи, госпожа Шахризад. Спокойной ночи, тетя Фердевс. Спокойной ночи. Уснул? Уснул? Онор? Да. Фердевс как-то по-особенному любит Нюллифер. Тебе не кажется? Она уже давно любит Нюллифер. Нет, по-моему, она никого не видит, кроме Нюллифер. А что такого в том, что они любят друг друга? Наоборот, хорошо. Конечно, хорошо. Но мне кажется, что она пытается держать Нюллифер подальше от меня. Не говори ерунду. Тебе это показалось? Нет, я уже давно это заметила. Со временем это становится еще заметнее. Ты думаешь о всяких глупостях. Но любят они друг друга. Тебе от этого плохо? Разве я тебе это говорила? Просто сказала, что Фердевс по-особенному любит Нюллифер. Только и всего. В этом нет ничего плохого, Шахризад. Они хорошо ладят друг с другом, и все. Хорошо, Онор. Раз ты так говоришь, то все. Хорошо. Да, очень хорошо. Пойдем, сынок. Там написано имя моего папы? Да, сынок. Пойдем, пойдем внутрь. Здравствуйте, госпожа доктор. Госпожа Шахризад, добро пожаловать. Здравствуйте, как ваши дела? Хорошо. Ваш сын? Да, мой сын Канн. Добро пожаловать, Канн. Здравствуйте. Ахмед Евлиоглы, мой отец. Знаю, мы знакомы с твоим дедушкой. Госпожа Шахризад, вы сделали благое дело. Мы всего лишь построили здание. Если бы не вы, какая была бы польза от пустого здания? Не говорите так. Жители этого района нуждались в таком центре здравоохранения. Мы уже начали работу. Очень хорошо. Ну как, нравится? Очень хорошо. Пойдем, покажем тебе детскую комнату. Что случилось, Фусон? Не знаю. Я так волнуюсь. Девочка с утра готовится, зная, что ты приедешь. Возьми. Мама? Мама приехала. Родные мои. Какие вы красивые. Мамочка. Мама, дай мне бурчин. Сладкая, ты выросла. Дай мне. Госпожа Фусон, добро пожаловать. Здравствуйте. Добро пожаловать. Иди сюда, Немет. Мы скучали по тебе, госпожа Фусон. Айша, иди сюда. Ты похудела? Да нет, госпожа Фусон. Дайте мне, я возьму. Спасибо. Вот и пришла наша дочка, виновница торжества. Как ее красиво одели. Как ваше дело, мама? Хорошо, дочка. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Отец. Все, все. Бурчин стала такой красавицей. Дедушка, посмотри. Взгляни-ка. Чтобы не сглазить. Да, выросла. Родная, сладкая моя. Дети быстро растут. Ну-ка. Родная моя. Как хорошо, правда, госпожа Надиде? Благодаря дню рождению, Бурчин, мы снова вместе. И не говори. Родная моя, Бурчин. Дедушка, мы пришли. Добро пожаловать. Каким ты стал большим. Я уже не могу тебя поднимать. Бабушка. Родной мой, добро пожаловать. Родной мой. Здравствуйте. Как дела, дочка? Куда это поставить? Побеспокоили тебя. Добро пожаловать, родная. Как ваши дела? Хорошо, дочка, проходи. Здравствуйте, господин Бурхан. Добро пожаловать, дочка. Добро пожаловать, Шехризат. Извини, не могу встать. И тебя поздравляю, Фусун. Не говори, время летит. Уже два года пролетело. Шехризат, дочка, садись. Дедушка, мы сегодня ходили в центр здравоохранения. Оп, молодцы. Тётя доктор показала нам больницу. Молодец, сынок. Кан, иди сюда. Спасибо, Шехризат. Хвала Аллаху тысячу раз. Он позволил мне дожить до этого дня. Перестань. Сегодня у нас самый счастливый день, господин Бурхан. Не говори так. Мне нужно купить хороший подарок для Бурчин. Ты поможешь мне? Ещё немного побудем вместе. Хорошо. Бурчин, держи! Молодец! И это держи. Дай мне подержать. Съесть бы тебя. Родной! Оп! Мне так стыдно перед Шехризат. Да. Ты немало её обижал. Я не ценил её, Фусон. Теперь будешь. Родной мой, дорогой мой. Такой сладкий. Ну-ка, Кан. Вот так. Потом вот так. Тебе понравилось. Тетя Шехризат. Да. Я слышала, ты потеряла ребёнка. Сочувствую тебе. Не говори. Дай Аллах тебе здоровья. А что случилось? Что сказали врачи? Они сами были удивлены, Фусун. Говорят, что такое так внезапно не случается. Понимаешь? Может, всё из-за подготовки к свадьбе? Я тоже так подумала. Но они провели полное обследование. Говорят, не было никакой опасности. Всё было хорошо. Дети, ну-ка, давайте. Может быть, ты что-то не то съела? Нет, дорогая, я ничего и не ела. Только выпила успокоительный чай. Но вряд ли он мог так навредить. Я не думаю. Сфотографирую вас. Хорошо. Очень хорошо. Смотрите на меня, я вас снимаю. Ну-ка, давай, букет, садись. Вот так. Снимаю. Улыбайтесь. Внимание. Снимаю. Вот. Отлично. Что сказал Кан, когда увидел Центр здравоохранения? Если хочешь, можешь отдать мне. Вот. Иди ко мне, родной. Сначала он ничего не понял. Удивлялся людям, врачам, медсёстрам. А потом, когда начал понимать... Ты становишься мягкосердечным, господин Бурхан. Кан никогда не забудет своего отца. Он гордится именем отца. Фамилия Ивлеоглы. Спасибо тебе, дочка. Не обращай на меня внимания. Последнее время я стал чувствительным. Это слёзы радости. Вот, сегодня все ваши внуки с вами. Все здоровы. Ты права, дочка. Кому ещё, если не нам быть счастливыми? Будем разрезать торт. Пойдёмте, разрежем торт. Пусть придёт дядя Ганни и дочка. Возможно, дядя Ганни вообще не придёт. Почему? Потому что у него свидание с девушкой. У Ганни есть девушка? Смотри-ка. Простите, я не опоздал? Нет, нет. Ты пришёл вовремя, сынок. Не стесняйся. Почему ты пришёл один, Ганни? Как это, дядя Бурхан? Почему не привёл подругу? Хорошо. Не заставляйте его краснеть. Вот наш торт. Ну-ка, дети. Ура! Мама! Можно задуть свечи? Конечно. Бурчин ведь ещё не умеет. Она маленькая. Пусть сегодня останется здесь. С детьми разве нельзя? Нет. Ей лучше вернуться к себе домой. О, Аллах, уже поздно. Что такого, если она останется, госпожа Надиде? Это ведь её дом. Нам не нужны лишние проблемы, господин Бурхан. Фусун уже не замужем за Али Кемалем. Интересная ты. Фусун ведь мать наших внуков. Но Али Кемаль всё ещё женат на Аху. Перестань. В последнее время случилось много неприятных вещей. Не дадим этому повториться ещё раз. Нельзя, господин Бурхан. Перестань. Хочешь сказать это одно и то же? Конечно. Ты не была такой строгой? Почему ты так жестоко, Фусун? Я удивлён. Ничего подобного. Или я не могу объяснить, или ты не понимаешь. Я же сказала, нельзя, господин Бурхан. Нельзя! Я считаю, что ты слишком осторожничаешь, госпожа Надиде. Я снова попрошу тебя у Тамера, родная. Зачем спрашивать у Тамера, родной? Не понял. Не надо спрашивать у Тамера. Звони сразу же на мой телефон. Тогда запиши сюда свой номер. Ещё не уснул? Только сейчас уснул. Фусун, ты тоже сегодня устала. Нет, мама, я совсем не устала. Было очень хорошо. Спасибо, что пригласили нас сегодня. Кого же нам ещё звать в день рождения Бурчан, как не её мать? И всё же вам спасибо. Шахризат и Каан ушли? Ушли. Передали привет. Спасибо. Фусун. Бурчан, уже пора спать. Она устала, начала капризничать. Вам тоже пора вернуться домой, пока ещё не совсем поздно. Вы правы. Поедем домой, пока не поздно. Бурчан начала капризничать. Али Кемаль вас отвезёт. Интересно, сегодня они оба рано легли спать. Но Каан сегодня весь день бегал в саду с девочками. Фердевс тоже водила Нюллифер в бассейн. Она весь день провела в воде. Поэтому она даже не поужинала. Сильно устала. Мы тоже можем лечь пораньше. Хорошо. Ты иди, я уберусь здесь. От кого сообщение? Отгони. В такое время? Да, ещё не так поздно. Значит, отгони. Что с тобой случилось? Почему ты мне не веришь? Нет, верю. Нет, не веришь. Я же говорю, сообщение пришло отгони, а ты всё ещё сомневаешься? На, вот, посмотри сам. Нет, не нужно. Ещё как нужно. Ты ведь хочешь знать? Я не имею права спросить, кто тебе посылает сообщение посреди ночи. Ты хочешь знать это и днём, О'Нур. Но тебя никогда не устраивает мой ответ. В таком случае, на, смотри. Я же сказал, не нужно. С каждым днём ты движешься только назад. Температура упала? Да, всё хорошо, уже лучше. Если хочешь, можем не дожидаться утра, повезём её к врачу. Нет, ей уже лучше. Посмотри, как спит. Завтра, не торопясь, отведу её к врачу. Как знаешь. Это потому, что она весь день провела на улице, ничего страшного. Хорошо. Почему ты без настроения, сестра? Ты чем-то расстроена? Меня расстроило то, что сегодня мы не остались там, Гани. Почему ты так говоришь? Ты всё ещё невестка того дома. Нет, я уже не невестка того дома. Если бы они были против, то не пригласили бы тебя? Они пригласили меня на день рождения своей внучки. Как маму Бурчина, а не как невестку. В качестве гостя. В том доме больше нет места для меня. Я это поняла. Не плачь, сестра. Ты же сама видела, тётя Надиде и дядя Бурхан тебя любят. И Али Кемаль с тех пор, как женился, заботится о тебе. Наберись терпения. Увидишь, скоро всё станет на свои места и будет ещё лучше, чем раньше. Если бы всё было так, как ты говоришь. Сестра моя, перестань, не надо себя так мучить. Хорошо. Хорошо. Действительно, отгони. Что ты делаешь? Не могу поверить. Ты настолько мне не веришь, что даже не спишь по ночам? Или мой ответ так и не убедил тебя? Шахризат. Как мне убедить тебя? Твое недоверие... глубоко ранит мое сердце. Ты хоть знаешь это? Послушай меня, прошу. Нет, не буду слушать. Не хочу, чтобы у меня не было еще больнее. Лучше молчи. Ничего не говори. Яхту продал. Не хочешь купить другую? Если ты не покупаешь, то зачем мне она? Но ты ведь разбираешься в них. Поэтому я и спросил. Какая продается? Как эта? Эта? Да. Неплохая. Посмотрим. Пошли. Значит... Что значит? Когда придете к нам в гости? Ты хорошо все проверил, сынок. Сейчас все по-другому. Один недостаток, и никто не возьмет товар. Особенно иностранцы. Не переживайте, господин Бурхан. И посчитайте количество. Хорошо? Хорошо. Удачи тебе. Спасибо. Хорошо получилось с машинами на фабрике, правда, отец? Хорошо, что ты обновил их, когда уровень продаж начал снижаться. Хоть раз поддержал меня, сынок. Спасибо. Ты не поедешь? Если я не нужен, хотел съездить к Фусун, отец. Отвезу девочек. Они уже ждут меня. Хорошо. Езжай. Отец, я хотел спросить кое-что. Мама... Почему мама против Фусун? Я хочу заботиться о матери своих детей, о своих дочерях. Почему мама пытается отдалить меня от них? Нет, она не пытается отдалить вас. Фусун уже не прежняя Фусун, отец. Она сожалеет о своих прошлых поступках. Это стало ей уроком. Надеюсь, и ты получил урок. Конечно. Мы пытаемся снова стать счастливой семьёй, отец. Правда. Но ты сам сказал, Фусун, твоя бывшая жена. Сейчас ты женат на другой женщине. Твоя мать хочет, чтобы всё было правильно, по закону. Ну, иначе зачем ей отдалять вас друг от друга, а? Но, отец... Давай, давай, езжай. Не заставляй детей ждать. Бурак пригласил в гости, а ты согласился? Да. Хорошо. Тогда иди сам. Он пригласил нас обоих. Я сказал, что мы приедем вместе. Как ты собираешься идти в гости к брату, который спровоцировал сердечный приступ у матери, даже не спросил о её здоровье? Не понимаю. Это касается Бурака и матери, это их дело. Хочешь сказать, что тебя это не касается? Я хочу, чтобы они решили свои проблемы сами. Так правильнее будет. Я знаю, как болит душа госпожи Сиваль. Возможно, и ты, и Бурак, этого не знаете. Я свидетель её страданий. А ты ничего не хочешь знать, не только о госпожи Сиваль. Что ты хочешь сказать? Зачем тебе это? Что ты хочешь сказать, Бану? Почему ты винишь меня? Не хочу разговаривать. Я не забыл ни тебя, ни нашего малыша. Почему ты так злишься из-за того, что я ищу отца? Не понимаю. Потому что обижаюсь на то, что ты не обращаешь внимания ни на меня, ни на госпожу Сиваль. Керем! Перестань, Бану, я так не поступал с тобой. Мой любимый человек и отец моего малыша, которого я сейчас ношу, очень часто забывают обо мне. Даже не интересуются моим здоровьем. Даже не пытаются узнать, как я себя чувствую. Что ещё можно сказать? Разве этого мало? Что ещё сказать, Керем? Бану! Отпусти, Керем! Ну всё, достаточно уже непрерывно писать письма. Виртуальная связь закончена. Пришло время услышать голоса друг друга. Ну а теперь, будьте ещё ближе друг к другу. 05-32-967-15 Невозможно, Шехрезат. Ты отправила мне свой номер телефона. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Алло.